Я хотел бы вначале заступиться за активированные угли. Дело в том, что никто из производителей пока не перешел ни на что другое, кроме активированные угли, емкости барьируют от 100 параднограмм до 350 параднограмм, которые производятся вполне себе достаточно низкобюджетными методами. Это первое. Пока что еще никто не подошел к переходу с первого угли, так что их сильно обижать не стоит. Второе, что я хотел спросить. Каким образом вы рассчитывали емкость из данных композитов? Емкость композитов. Затунок. Каким образом вы рассчитывали емкость? И пытались ли вы собрать хотя бы макетно истинный конденсатор, не по потенциалу исследовать емкость, а емкость непосредственно конденсатора со всеми проблемами, которые были там с саморазрядом, с КПД по энергии, которые там были очень низкие, так далее. Емкость сама по себе ничего, к сожалению, не означает, потому что она будет разделена, например, на 5 или на 6, когда мы проверим конституцию. Безусловно. Спасибо за замечание. Активированный уголь, действительно, я сказала, что он в промышленности сейчас используется. И на самом деле, незапористый углерод, о котором я и говорила, это тоже, по сути, одна из равновидностей активированного угля при некотором, так сказать, приближении. И современные разработки на современные наноматериалы как раз это перспектива, то, что в дальнейшем может показать большую эффективность, чем известный уже активированный уголь. Теперь, что касается емкостей. Я рассчитывала емкости на всю массу материалов, не на полианилин, не на графен, который там входит, а на всю массу электродов. Макет конденсаторов мы делали, по крайней мере, с полианилин. С макетами есть огромная проблема, которая заслуживает просто отдельного доклада, как сделать из электродов настоящий макет. Дело в том, что первая проблема, с которой мы сталкиваемся, это электролит. Например, тот же полианилин, как я сказала, работает только в кислой среде, но обкладки конденсатора в кислой среде практически никакие не живут. Только платина, либо другой природный материал. Поэтому мы делали, он циклируется, работает в серной кислоте, но там сложности с созданием самого конденсатора. Причем он показывает даже неплохую стабильность в течение тысячи циклов. Проблема начинается с том, что промышленно создавать серную кислоту уже сложности. Значит, надо переходить на органический электролит. В органических электролитах емкость несколько ниже. И тем не менее, емкость падает не в 5-6 раз, в 4 раза расчетная и реальная тоже где-то в 4 раза. Плюс-минус правильно делать электроды примерно одной массы. Тут же вклад имеется электролита, а вкладок и всего остального. Поэтому на самом деле, кроме активного материала, у нас еще есть уйма всего, что дает вклад в массу. Поэтому, конечно, когда мы говорим о теоретических исследованиях, мы показываем одни емкости. Когда мы говорим о реальных приложениях для людей, которые будут это выпускать, там будут уже другие емкости в пересчете на конденсатор. И, естественно, здесь речь идет только о теоретических электродных материалах, которые уже являются как сантиментирующей стадией в создании конденсаторов в промышленности. А не могли бы Вы прокомментировать, почему значение емкости, которое Вы получаете, зависит от скорости развертки? Это хорошо или плохо? Это не хорошо и неплохо. Просто так, скажем так, устроена природа. Сейчас покажу. Дело в том, что при увеличении скорости развертки у нас остается все меньше времени на заряд и разряд. А так как это материал, во-первых, пористый, во-вторых, с участием весьма медленных рандокс-процессов, то при высоких скоростях развертки весь материал просто не успевает зарядиться и разрядиться. Поэтому при низких скоростях развертки емкость больше, она просто весь материал работает. При высоких скоростях работает часть материала. Такая же проблема при изменении удельного тока при других методах исследования, когда задается ток и измеряется потенциал. Чем больше задаем ток, тем меньшая часть материала успевает прорабатываться. Поэтому такая картина достаточно стандартная и для идеальных углеродных материалов. По этой кривой можно даже измерить пористость материала и такие параметры. Но в реальной жизни углеродные материалы, графиновые материалы, очень редко показывают идеальное химическое поведение. Очень большой вклад в рандокс-процессов из окисле кислорода, содержащих в рациональной блоке.